Еще с детства мне запомнилась музыка. Ямайка. Моя мама часто любила ее слушать. Песни рисуют картину далекого романтического жаркого острова, где-то там далеко за океаном. Там прекрасные пляжи, мягкий песок и вечное лето. У меня есть такая мечта, наверное, где-то на подсознательном уровне. Жить в вечном лете, в теплом климате, у березового океана с тропическими растениями. Ходить по мягкому песку. Особенно это усиливается, когда приходит холода и начинается сезон ванкуверских дождей. Когда мои знакомые узнали, что я собираюсь работать на Ямайке, они стали задавать вопрос. Зачем же я поеду работать в бедную страну, такую как Ямайка, с благоустроенной Канадой и комфорта дома? Ну понятно, съездить отдыхать это одно. А зачем оставаться жить в страшном городе Кингстон, где опасно для жизни? Уровень жизни в этих странах не соизмерим. Да и, наверное, платить на Ямайке будут тебе не так много, потому что это бедная страна. Даже из-за позиции ведущего специалиста они не смогут заплатить достаточно много. Может быть, кому-то покажется странным, зачем человек будет менять комфортную жизнь в Канаде на риск и неудобство в опасной стране? Наверное, когда я жила в Киргизии, мечтала только об отелях люкса и комфортной и расслабленной жизни. Но здесь, в Канаде появился какой-то застой в комфорте, где как бы впадаешь в спячку. Все твои инстинкты засыпают, атрофируются. В определенный период жизни ты понимаешь, что деньги – это не самое главное. Тебе хочется новых, незабываемых, может быть, и острых ощущений. Я думаю, для этого нужно вытащить себя из такой вот зоны комфорта. Я слышала выражение «комфорт является для вас самой большой ловушкой». Или еще одно. Жизнь всегда начинается с первого шага за пределы вашей зоны комфорта. И это правда. А, и еще одно. Выйдя из своей зоны комфорта – это обычное жесткое в начале, хаотичное в середине и удивительное в конце. Потому что, в конце концов, вы найдете целый новый мир для себя. Лучший способ для развития человека – это постоянно выставлять его за пределы собственного комфорта. Я думаю, что это верно. Я помню, когда во время путешествия мы попадали в трудную ситуацию. И когда мы выбирались из нее, после этого мы чувствовали себя здорово. We did it. Мы сделали это. После этого нам было, что вспомнить, было над чем подсмеяться. Парадокс? Но наши путешествия в пятизвездочных отелях «Люкс» не оставляли столько ярких впечатлений. Как будто именно испытывая приключения, ты начинаешь чувствовать себя живым. Суть в том, что мы так расслабились и привыкли к комфорту, что многие наши природные инстинкты и чувства просто атрофировались. Я поняла, что когда приходилось испытывать какой-либо стресс во время путешествия, то есть когда я не в своей тарелке, только тогда я начинаю чувствовать себя самой. Ты как бы просыпаешься от этой спячки. Где-то подсознательно у меня был интерес к неизведанному, к риску, радость от предстоящих испытаний. Это такое же чувство, когда ребенок на санях скатывается с горки. Дух захватывает. Вот такое вот чувство было у меня, когда мне предстояло решить, ехать ли мне на Ямайку. Наверное, голод к приключениям и новым ощущениям, голод к этому вот и аналину выживания, непривычной для тебя атмосферы, это как бы тоже повлияло на мое решение уехать на Ямайку на целый год. Еще один момент, что помогло мне принять решение. Мы в то время как раз только что приехали из Греции. Это был замечательный отпуск с хорошей погодой. Березовый пляж, золотой песок. Просто фантастика. Мы вернулись в Ванкувер, а здесь зарядили дожди. Было пасмурно, холодно. Природа готовилась к зиме. На мне еще был загар с Грецией, и так мне не хотелось влазить в зимнюю одежду. Мысли о зиме приводили меня в депрессию. Хотелось обмануть приходящую зиму и убежать, и спрятаться от нее. Итак, я на самолете по пути в Кингстон. Немножко о работе скажу. Мне предложили позицию ведущего специалиста по созданию информационного решения или программного обеспечения для Министерства юрисдикции на Ямайке. Я знала, что Кингстон – это город очень опасный, но в то же самое время я понимала, что он очень красив, и я буду использовать любую возможность, чтобы изучить этот остров. Сам проект был интересен для меня как специалиста. Я должна была вести проект. То есть вся техническая сторона на моей ответственности. Работа была очень интересная. Я должна была работать не только с Министерством юрисдикции и с самим министром Дилрой Чарком, но и были встречи с премьер-министром. На собраниях мне иногда просили быть их фотографом. То есть моя работа была не только именно project manager и software developer, но и бизнес-аналист, и фотограф, и консультант во многих вопросах. И вот я на Ямайке, в городе Кингстоне. Я знала, что это ужасный город. Есть такая песня «Не ходи в город Кингстон, просто не ходи». Вы ее сейчас слышите на бэкграунде. Но я пошла. И тут на меня начали обрушиваться бесконечные приключения. Это странное чувство, как будто бы входишь в холодный душ. Мой первый самостоятельный выход в город – это большое испытание. Решила пойти пешком, чтобы увидеть город и познакомиться со своим районом. Ты идешь одна по улицам Кингстона, в городе, где черное население составляет больше 90%. Белый человек там, как белая ворона. Ты как в аквариуме, в центре внимания. Такое необъяснимое чувство. Но куда деваться надо было идти. Я иду по непонятным улицам в сумасшедшем движении машин. Иду вроде бы по тротуару, но вдруг из... Откуда ни возьми, раздается пронзительный сигнал машины. И в 20 сантиметрах от меня со спистом пролежает машина. У меня реакция не менее. Я только что чуть не умерла от страха. А может быть, меня могли бы задавить. Я привожу дыхание, продолжаю путь. Надо же сделать вид, что я не испугалась. У меня учащается сердебиение, дрожат колени. Но я прихватываю дух и продолжаю идти. Очень скоро понимаю, что все на дороге норовят испугать маленькую белую женщину. Для них это фан. Снова и снова проносятся машины слева или справа. И они вдруг бибикают прям позади меня, для того, чтобы напугать меня. Внезапно так. Я тогда думала, это последний день моей жизни. Я обливалась потом. У меня трешлись коленки. Но я продолжала идти. И я прокляла дурацкую идею идти пешком. Думала, это последний день моей жизни. Я понимала, что мне придется еще не раз говорить это слово. Это последний день моей жизни. Конец мне пришел. Потом, когда я возвращалась домой, облегченно вздыхала. Вот тебе адреналин. Окей, я survived. Я выжила. Вот так. И вот так, как меня учили во время подготовки к этой поездке, на меня брошивается культурный шок. Я по своей привычке иду очень быстро. У нас в Канаде все ходят быстро деловой походкой. Все спешат. Я также спешу по привычке. Мне надо много чего успеть. Вижу, по площади идет молодая, красивая, чернокожая женщина. Вокруг нас никого. Мы одни были на площади. Я иду по диагонали, чтобы сократить дорогу. И очень скоро пересекаюсь с этой женщиной. Она возмущенно начинает кричать, когда я приближаюсь к ней. С испуганным видом кричит. Ты меня почти что сбила. Я понимаю, что я напугала ее. Ведь она шла очень медленно. Я только потом это осознала. Что я двигалась с такой скоростью, что как будто бы я хотела на нее наброситься. На самом деле это просто моя нормальная походка. Я когда со своей стремительной скоростью перерезала ей путь, она точно именно подумала, что я ее хочу атаковать. Я поняла, что да, улыбнулась про себя. Я поняла, что надо быть поосторожней. Я приближалась к банку. И вот иду уже увереннее. Уже успокоилась. У меня уже не трясутся коленки. Прохожу мимо толпы молодых людей, которые лениво покуривают пот. Из толпы стали доноситься псыканье. И разные комментарии, из которых я много не поняла. Но явно отчетливо прозвучала одна и очень обидчивая фраза для меня. «Привет, толстушка!» И это было последней каплей терпения. Я пришла в офис злая, уставшая, мокрая от ямайковской жары и от моих приключений. Позже моя сотрудница спросила меня. «А я окей? Ты в порядке?» Я сказала «Да». Меня только что обозвали толстушкой. Она громко рассмеялась. По моим стандартам я была очень даже стройная в то время. А в тот период я считала, что я сбросила 7 килограмм. И вот моя сотрудница рассмеялась громко и сказала «Ты только что получила самый классный комплимент. На ямайке быть полненько считается все равно, как быть красоткой, красавицей. Это знак достатка, благосостояния. Изначает быть секси». Вот так. Меня спрашивают о материальной стороне моей работы на ямайке. Однозначно, работа на ямайке не сулила хороший заработок. Но обещала интересную работу в профессиональном плане. Проект был очень интересный для меня. Я встретила на ямайке множество интересных людей. Получила интересный опыт. Пожив целый год на острове, можно было изъездить вдоль и поперек. Можно было посетить такие места, которые недоступны туристам. Меня ждали интересные и увлекательные приключения. Я могла наслаждаться пляжами, в то время как в Канаде было холодно и сыро. Я могла изучать культуру острова. Это интересно. И в то же самое время я понимала, что опасность для моей жизни присутствовала большая. Также был большой дискомфорт. Но все это приходит, как здесь говорят, «in one package» или «в одном пакете». Если ты хочешь лета и пляжи круглый год, нужно было принять риск. На тот момент я не интересовалась заработком. В определенный период жизни ты понимаешь, что деньги не самое главное в жизни. Они вообще могут ничего не значить. Мы не вечны в этом мире. То материальное, что нам дорого, когда мы уйдем в другой мир, в один момент оно может превратиться в груду ненужных вещей или хлам. С собой на тот свет мы ничего не унесем, кроме воспоминаний. И тогда ты понимаешь, что не заинтересован в зарабатывании количества денег, а скорее приобретении впечатлений и какого-нибудь незаурядного опыта. Опыт не оставил ни грамма, к сожалению, о незаработанных долларах. Но опыт на майке оставил много супер воспоминаний, улыбок. И, несомненно, было и остается одним из самых ярких впечатлений в моей жизни. Я чему-то научилась тоже. Например, я научилась жить медленнее. Я научилась ходить медленнее. Остановиться и насладиться моментом, солнцем, мгновением. Но в те дни, в начале моего путешествия, мои приключения только что начинались. И мне предстояло пережить не только страх, но и прекрасные и неповторимые моменты. Узнать много интересного, путешествовать по острову и увидеть те красоты острова, которые недоступны из туристов. Также мне удалось узнать новый народ для меня, для майковцев. Народ такой бедный и богатый, многострадальный и веселый. Несмотря на множество проблем в стране, этот народ оставался гордым и неунувающим. Народ, который не спешил ходить по улицам, который умел наслаждаться моментом, расслабляться без помощи медитации. Они были свободны в своих эмоциях. У них был веселый, открытый нрав. Народ, который, несмотря на свою бедность, улыбался, мог танцевать посреди улицы, в магазине, в библиотеке. Я знала, что мои приключения только начинались. И мне предстояло пережить не только страх, но и прекрасные и неповторимые моменты. Но пока я наслаждалась жизнью вместе с ними. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok